Эй, йоу! Всем привет, с вами Давадым, и сегодня у нас будет интересный обзор на новую линейку от компании ВТО под названием Ultimate Organic. Что это, для чего, и как это курица, и какие здесь вкусы, мы узнаем чуть попозже, а сейчас я хочу вам сказать, где мы все это снимаем. Снимаем мы это в новой, девственной кальяной АТВ Лаунж, которая находится по адресу Люсиновская улица, 53, корпус 2. Кальяна абсолютно новая, свежая, чистенькая, уютная, и самое главное, здесь есть парковочка, и конечно же здесь есть уютные диванчики, и самое главное, здесь есть окна, и это не ебаный подвал. Так что вот так вот, забегайте в гости, все ссылочки и адрес на эту кальяну у нас в описании. Сейчас мы будем, собственно, снимать и рассказывать, что из себя представляет Ultimate Organic. Для меня, честно, вот не спиздеть, было как-то нонсенсом узнать, прям во время выставки, что у ВТО новая линейка, никаких заранее анонсов о новой линейке, ничего-ничего не было от компании. И тут бамс, а у нас новая линейка Organic. Я думаю, чё, блядь, чё, чё? Ладно, давайте покурим. Собственно, у них три вкуса. Это горный чабрец, чёрный кориандр, и знаете, вот тут такая тоненькая наёбка и жёсткий маркетинговый ход. Голландские шишки. Думаешь, ой, ебать, голландские шишки. Ха-ха, сейчас покурю, но тут есть маленькая пометочка. Голландские шишки хмеля. Так что сразу подпадает всё абсолютное желание, потому что, когда я только подошёл и сразу подошёл к голландским шишкам, я думал, прикольно, что-то сделали, может, какую-то выдержку, да, там, ну, то есть, вы понимаете, да, название? А тут-то вуаля, это просто хмель. Но из всех вкусов вот именно голландские шишки хмеля были самые нормальные, которые я покурил на стенде. Всё остальное было довольно-таки на любителей, довольно-таки странное, да? У нас, собственно, вот такие вот баночки с таким фиолетовым оттеночком. И у них код вкуса U. U11, U12 и U13, да? Давайте, собственно, разберём сейчас по очереди каждый. Начнём с U11. Это у нас вкус горный чебрец. Что вообще из себя представляет этот вкус? Ну и, собственно, давайте вообще поговорим про эту линейку. Как её нам интерпретирует компания ВТО. Наивысшее достижение в производстве табака для кальяна. Ну, как обычно, да? Линейка сделана полностью из органических компонентов. Органический живой сигарный лист. Он такой, знаешь, ходил живой, органический, думает, заебись, у них хуяка в банку захуярили. Органический растительный пищевой глицерин. И самый главный компонент – это органическая вытяжка из растений со вкусовой линейки. Чтобы кто-то не понимает, что такое органическая вытяжка, это просто берут шишку хмеля, из неё всё высасывают и добавляют в этот продукт. Так компания ВТО говорит, я ничего тут не утверждаю. Представлены вытяжки из горного чебреца, голландских шишек хмеля и чёрного кориандра. Линейка создана по спецзаказу арабских шейков. Да, ну нахуй, Вася, ты представляешь, что мы сейчас с тобой курить будем? Это арабские шейхи курят, а мы обычные русские простолюдины, которые живут в сером, нам дали возможность покурить вот это всё. А, они так, мы даём возможность попробовать то, чего ты раньше не пробовал и вряд ли смог бы попробовать. Курить тем меньше, но лучше, да? Давайте, собственно, курить там, что у нас будут, курить шейхи. На самом деле, да, вот, ну, не в обиду кому-то будет сказано, да, но... Вот это арабские шейхи, блядь, что это, нахуя мне это надо? Я хочу хороший, блядь, качественный табак с хорошей, интересной вкусовой палитрой. Тоже там курят эти шейхи, мне до них пизда как далеко, и мне не интересует, что они курят, да? Ладно, погнали, давайте начнём с кода U11, это горный чебрец. Я примерно представляю, что это за вкус, как бы чебрец, все дела, чаёк-майок. Короче, скажу сразу, горный чебрец, он пизда как режет горло, да, ещё на выставке, а первой тягу прям жёстко прокашлялся. А-ля добавление какого-то перца, а вот кто курил в эту ложный перец, что-то вот такое подобие есть. Также эта линейка делится на, типа, вот здесь, короче, грубо говоря, у VTO есть 3-4 линейки, это оригинал, да, грубо говоря. Есть вкусовая линейка, есть перик, и появился органик. Либо 3, либо 4, потому что оригинал, я не знаю, вносить как отдельную линейку, или всё-таки это из разряда вкусовых, да, то это у нас здесь Ultimate Original Caribbean, то есть я не стал брать, да, что-то помощнее, я взял карибы, потому что, чтобы прочувствовать хорошо аромочку, и понять, что это вообще такое. В плане того, как они обыграли вкус чебреца, да, очень круто, очень интересно, но вчистую довольно-таки сложно это курить, и буквально через 7-10 минут курения, то есть активного, да, этот вкус тебе просто надоест, и начнёт вызывать болевотный рефлекс. А, он не такой яркий, но он очень такой специфичный, и остаётся у тебя в горле, на языке, на зубах, на губах. Не спорю, вкус для миксов подойдёт, но кому он нахуй нужен, это чебрец, возможно, есть какие-то люди, да, которые будут так курить. Это не говядина, не обычный вкус, который все хотели попробовать, это, мать вашу, чебрец. Я не знаю, по-другому описать, если вот, допустим, мне дали бы, да, вот, давай, держи, блядь, чебрец, кури, я бы сказал бы, вау, круто, но когда бы я это попробовал, я бы сказал бы, ну, ребят, спасибо, я воздержусь. Что касается крепости, она хорошая, стандартная, чувствуется прям вот это вот всё такое, но в последнее время вот именно вот чайный лист, вот чайный, чайный лист, сука, бля, эта выставка у меня, одна чайная выставка, блядь. Сигарный лист здесь мало прорисовывается, и, возможно, это связано со вкусом чебреца. Короче, вы попробуйте чебрец, и потом скажете своё мнение, что к чему. Кому-то он, возможно, понравился, а вот мне лично он не очень нравится, и очень странный для меня этот вкус. Идём к следующему вкусу, это у нас маркировка U12, это голландские шишки хмеля, и это не те голландские шишки, которые мы хотели. Погнали! Взрываем голландские шишки. Вот этот вкус больше всего мне понравился. Он такой приятный, шоколадный оттеночек, такой тёпленький, сладенький, немного десертный. Я просто вижу миллион разных вариаций, как его можно использовать в миксологии ВТО. Он не бьёт по горлу. Вкус завершённой композиции просто, знаете, вот идеальный вкус. Не яркий, но приятный. И в миксологии бы он очень круто, круто бы залетал в разных вещах абсолютно. Вот прям реально его приятно курить. И как бы всё чувствуется, всё, что нужно, и приятно, и красиво, блядь. Я не знаю, как просто ещё вкус описать, но это реально. По сравнению с чабрецом-пиздецом, голландские шишки, они не зря имеют такое хорошее название. Пускай хоть и хмеля, да, но они как бы себя оправдывают. Это реально прикольно курить, и не так сильно не бьёт, и даже, возможно, немного расслабляет. Очень хороший вкус. Его я явно порекомендую. И давайте, собственно, бабахнем третий вкус с маркировкой U13. Это у нас вкус чёрного кориандра. На самом деле, я вот, что касается чёрного кориандра, не очень сильно имею понятие, что это вообще такое, но у меня есть помощь злого. Что такое чёрный кориандр? Что такое кориандр? Душе не ебёшь. Душе не ебёшь, а ты? Тоже не ебёшь? Люди не ебут, что такое кориандр. Загугли быстро, что такое кориандр, а я пока буду рассказывать, что касается этого вкуса. Что? Какой-то корень. Корень? Корень какого-то растения, гость там говорит. Но по сравнению с чабрецом, и если сравнивать с маркировкой U12, это голландские шишки, то он по яркости и ароматике в миллион раз выигрывает эти два вкуса. Но вкус задаёт немного мыльцом, но скорее всего это корень. Ты загуглил что такое? Цветок такой. Цветок, короче. Да, цветочный вкус. Однолетнее травянистое растение, семейство листиковое. Семейство листиковое, однолетнее цветочное растение. Специя. Специя. По всему миру как специя. Как специя, вот отсюда и вкус мыльца скорее всего. Он тоже довольно-таки прикольный, пряный, но очень яркий. Это очень хорошо в принципе, да? Потому что обычно компанию ВТО за что любят? За яркие прикольные вкусы, а не обычность, стабильность вкуса. За что компанию ВТО не любят? За громаж, за цену и за громкие слова а-ля арабские шейхи и всему тому подобное, да? Если брать, да, грубо говоря, эти три вкуса, то вот чабрец я бы убрал бы вообще с линейки, оставил бы два вкуса. Потому что вот по моему мнению, сугубо личному, чабрец немного портит вообще вот все, что есть. Как бы ты можешь взять органик лайн с чабреца и просто в нем разочароваться и остальные вкусы уже не пробовать. Очень мило, очень хорошо. Поэтому, ребят, обязательно попробуйте, сравните. Как-никак, это новиночка на таком нашем маленьком узеньком рынке. Это органик лайн. И самое главное, как бы не было хуёво или какой-то неудачный вкус, я надеюсь, что вроде все органические выдержки это правда. То, что все это сделано так чисто красиво, по-природному. Если это правда, то это супер. Если это не правда, а просто маркетинговый ход и красивые большие слова, то будет очень печально. Но вы, как всегда, можете написать свое мнение о компании ВТО, о их новой линейке. И что вы думаете про эти слова типа органика, выдержки, выдержки из оригинальных, то есть органических каких-то продуктов и, конечно же, арабских шейхов. Пишите в комментариях, мы это все дружненько почитаем, посмотрим. Это был Дава Дым, это Кальяна АТВ Лаунж, Люсиновская 53, Корпус 2, Москва. Бесплатная парковка, уютненькая, светленькая. И самое главное, она еще девственна, и твой диван еще не воняет чьей-то жопой, на котором ты будешь сидеть. Всем пока, это был Дава Дым. Продолжение следует...